Всем привет на канале Noticru! Тут я недавно такую забавную штуку нашел и спешу поделиться. Называется она Syncatel Maximus Dual OS, это планшет. А заинтересовало меня то, что в нем две операционные системы, это Windows 8.1 и Android 4. Ну и обо всем по порядку, посмотрим на сам планшет, он такой желтенький, бывает еще другой цвет. Пластиковый корпус здесь, двое динамиков, находится здесь у нас 5-мегапиксельная камера. Спереди у нас фронтальная камера уже 2 мегапикселя всего. Внизу находится сенсорная клавиша, суперклавиша Windows. Дисплей здесь 10.1 дюйм, 1920х1200 IPS. Теперь побыстрому посмотрим на грани и на порты. С верхней стороны у нас находятся качельки громкости и кнопка включения, причем через вот это вот все дело переключается операционная система, очень интересно, я попозже покажу, все уже заждались, наверное. С двух других грани ничего нет, а все порты располагаются вот с этой стороны, здесь много всего интересного. Во-первых, здесь вот такой вот лоток, это целый 3G модем от фирмы Huawei, его можно даже вытащить и потерять. Сюда вставляется сим-карточка, здесь именно 3G, 4G здесь не поддерживается, все вот он такой отдельный, но можно пользоваться. 3G работает как под Windows, так и под Android. Дальше у нас находится microSD-карт-ридер, официально до 32 ГБ карточки поддерживает, но я на форумах читал, там 64 ГБ он тоже кушает. После него у нас идет гнездо для зарядки, потом у нас идет microUSB для того, чтобы Android подключать к компьютеру и перекидать какие-то файлы, и миниджек для наушников или стереогарнитурки. Что касается общего качества сборки и отделки, я могу сказать, что он дешевенький, то есть он поскрипывает, полюфтивает, такой пластиковый весь, не выглядит дорогим. Но он, собственно, дорогим и не является, основной сок тут две операционные системы. Если мы посмотрим на вес, а знаете, официально у него примерно 550 грамм, но я намерил 632, не знаю, как мерили они. А теперь, как, собственно, переключать системы. Нажимаем на кнопку включения, и у нас появляется меню выбора операционных систем, и кнопочками громкости, вот так влево-вправо, выбираем нужную операционную систему, и когда выбрали нужную операционную систему, вот Windows я, например, выберу, мы нажимаем на клавишу включения для того, чтобы подтвердить это дело. То есть выбрали нужную операционную систему, опять нажали на клавишу включения, и вот у нас начала загружаться Windows. Соответственно, если Android был бы нужен, мы бы выбрали Android и запустили бы его. Что интересно, если просто долго держать кнопку включения, то автоматически запустится именно Android То есть можно пропустить это меню Теперь про Windows Ну Windows здесь стандартный 8.1 Windows, 10 дюймов дисплей, 1920х1200, все с ним в общем-то хорошо Все здесь стандартный, ничего особенного нет Процессор здесь Intel Atom, четырехъядерный, от 1.3 до 1.8 ГГц он разгоняется 2 ГБ оперативной памяти И 32 ГБ встроенное хранилище, которое делит между собой Android и Windows Но есть вот он TheGo кабель, с помощью которого можно подключить, например, флешку или внешний жесткий диск И Windows со всем этим делом нормально работает То есть в общем-то для самой Windows там на самом деле остается свободного места 3 ГБ Всего там диск под Windows виден 19 с чем-то ГБ Так вот, остается свободным там 3 У меня все постоянно горит лампочка над камерой Я не знаю, это у меня такая фича или так и должно быть Лампочка постоянно горит, как будто бы камера работает Но камера при этом сама не работает То есть запускаем приложение камеры и в скайпе то же самое Для начала подключить камеру Я и драйвер представлял и все там делал Камера в Windows, она не работает А в Android работает в порядке все Теперь, собственно, про Android У Android здесь место свободного также не ахте остается Но опять-таки можно установить microSD карточку Шторка достаточно стандартная Там пару добавили они забавных кнопочек Я чуть позже покажу Яндекс Виджет здесь расположен И вот здесь вот нижние клавиши Они тоже слегка переделаны И на мой взгляд не очень удачно, но странненько Вот эта клавиша убирает эту нижнюю панельку Ну окей, она в общем-то нужна Дальше стандартная клавиша назад Клавиша домой А вот эта клавиша вызывает опять-таки эту шторку Непонятно зачем При этом отсутствует кнопка всех запущенных приложений Чтобы туда попасть, нужно держать вот эту клавишу И тогда мы попадаем в эту переключалку У Google Now здесь отсутствует А отсутствует здесь Google Now Потому что здесь Android, насколько я понимаю, такой не особо сертифицированный Здесь нет кнопки все приложения Я на Huawei такую же наблюдал систему То есть здесь, как на iPad Просто все приложения находятся на рабочих столах по папочкам Отдельной менюшки со всеми приложениями нет Самая главная фишка, что здесь отсутствует Google Play Вместо него здесь стоят сервисы от Яндекса Там Яндекс.Карты, Яндекс.Метро Яндекс.Магазин с приложениями Находится тут же Яндекс.Браузер, например Вот Яндекс.Магазин Яндекс.Магазин это примерно то же самое, что Google Play Но проблема в том, что тут не хватает некоторых приложений То есть здесь нет никаких эксклюзивов Но не хватает большого количества контента, который есть в Google Play То есть жить с этим всем можно Но имейте в виду, что не все в Яндекс.Магазине есть Не все игры, не все программки Вот, например, мой любимый бенчмарк Там тот же самый 3DMark Или, например, Antutu Antutu, кстати, здесь есть, да, прошу прощения Antutu вот есть А Epic Citadel, например, здесь нет То есть я набираю Epic Citadel И довольно популярный бенчмарк Вот просто отсутствует в этом магазине Точно так же, как в 3DMark Наверное, конечно, все это дело можно как-то рутануть Как-то сунуть туда Google Play Но я способов не нашел Честно говоря, особо не искал Я не любитель вот этого всего Это если кто любит, то там на 4PDA, на всякие другие сайты Где народ любит копаться во всяких китайских планшетах Ставить прошивки и все остальное Вот по умолчанию говорю, что Google Play здесь нет И браузер здесь Яндекс.Браузер Клавиатурка стандартная То есть здесь такой Android немножко обрезанный Потому что отсутствуют сервисы от Google И при этом надо заметить, что сейчас мы перейдем в настроечки Настроечки здесь перерисовали, стали белые Но здесь особо ничего интересного нет Вот, сведения о планшете, собственно Здесь Android 4.2.2 И обновляться он не будет То есть тут даже отсутствует кнопка обновить Кнопка какая-то странная обновить Есть в верхней менюшке Она называется Auto Update Собственно, вот она эта кнопка Но она ничего не делает То есть я даже не представляю, что она должна делать Она должна включать, что-то выключать Что-то должно происходить Но у меня ничего не происходит То есть вообще просто я нажимаю на кнопку, ничего не происходит Зато под Android, повторюсь, работают обе камеры Но у меня они не работают под Windows Может у меня экземпляр такой, не знаю Перестановить операционные системы здесь тоже нельзя Здесь нет recovery области А теперь тесты производительности Ну, Atom 4-х ядерный 2 гигабайта оперативной памяти Производительность, в общем-то, нормальная Для Android она вполне хорошая Современные игры здесь нормальные Пойдут для Windows Ну, на Atom, собственно, как нетбук такой В гварде что-то поделать Основная проблема заключается в нехватке памяти В комплекте у нас есть OnTheGo кабель Но, как я уже говорил, с Windows он работает нормально И все хорошо А вот с Android наблюдается интересный нюанс Он, по идее, должен работать Вот мы берем OnTheGo кабель, вставляем Берем флешку У меня XFAT файловая система Но я файл был и NTFS, и FAT32 И жесткий диск пробовал Мы вставляем, и система, в общем-то, видит Но она видит его как пустой накопитель То есть вот шторку откроем Вот оно уведомление всплыло И написано Пустой USB накопитель подключен И никаких файлов, разумеется, он там не видит Он предлагает его отформатировать Я не хочу, честно говоря, форматировать свои штуки И никакие у меня там куча всякого файла лежит полезного Но вот есть нюансы И есть проводник, также флешку жесткой диск Ничего это не видит Я подозреваю, что если форматнуть То он какой-то свой формат туда сделает Или вообще ничего не произойдет То есть с Android у меня On The Go накопители не работают А с Windows работают Зато можно мышку подключить Можно мышку подключить, клавиатуру Как на Windows, так и на Android Подключаем мышку и управляем всем этим делом мышкой Собственно, наличие On The Go кабеля в комплекте Это большой плюс Наверное, я думаю, накопитель тоже можно как-то сделать Чтобы оно все это дело работало Но я рассказываю, как вещи с коробки себя ведет То есть имейте в виду, планшет идея-то хорошая С двумя операционными системами Там в офисе мы работаем под Windows С дороги мы включаем Android Балуемся с какими-то игрушками и читаем книжки Но есть нюансы Как вот, например, у меня камера в Windows не работает У меня не работают флешки в Android То есть, возможно, там нужно будет покопаться руками Или даже вообще ничего с этим сделать нельзя Итак, Syncatel Maximus Dual OS Комплект здесь сначала посмотрим Ну, On The Go кабель, как я уже говорил Все с ним понятно Дальше у нас USB, micro-USB кабель для синхронизации с компьютером Только Android, Windows видеться не будет И заряжать вот этого кабеля нельзя, я проверял То есть, заряжается он только от своей зарядки Вот такое вот зарядное устройство Ну, не очень симпатичное, но зато работает Батарейка здесь 8000 мАч Примерно 5 часов он работает Android чуть побольше, Windows чуть поменьше Но он не очень долго работает 3G модем есть в комплекте MicroSD картридер Вот, говорю, 32 гигабайта памяти портит всю малину Потому что под Windows остается какие-то там жалкие 3,5 гигабайта свободных И под Android там остается гигабайта 2 То есть, нужно либо покупать дополнительные SD карточки Кстати, Android, по-моему, не умеет на них ставить приложения Что тоже довольно забавно в данном случае То есть, как бы, вот эти 32 гигабайта внутренние накопители Они ни к селу, ни к городу Потому что, ну, 64 хотя бы было Потому что, ну что, офис поставил и все, никакое кино сюда больше не установить Я вот там поставил 3DMark какой-то И у меня все, гигабайта памяти осталась свободной Ну, будьте любезны Зато довольно забавно сделал механизм переключения операционных систем Достаточно неплохой процессор Ну, в рамках планшета, в рамках того, что это все-таки недорогой китайский планшет такой Ну, камера вот у меня не работает в Windows, например Может, это именно на моем экземпляре, не знаю У меня другого не нашлось под рукой Еще раз покажу, как переключается операционная система Вот, например, мы делаем завершение работы Или перезагрузку, без разницы И после этого у нас, соответственно, вот здесь вот кнопочки Мы выбираем нужную систему Я вот Android побыстрому выбрал И у нас будет загружаться Android Внутреннюю память друг друга Windows Android не видит То есть, Android не видит диск с Windows А Windows не видит диск с Android У них полностью раздельная память То есть, это две абсолютно разные операционные системы Просто в одном корпусе Ну, про Android основные проблемы я уже сказал Это то, что отсутствует Google Now Отсутствует сервис от Google И самое главное, отсутствует Google Play То, что кнопочки странненькие, это все это ерунда Но вот отсутствие Google Play, это серьезный минус Я, наверное, его как-то можно туда поставить В итоге, имейте в виду, что Suncatel Maximus Dual S Да, действительно работает, действительно, без дураков Переключает две операционные системы без особенных косяков При этом он стоит всего 19 тысяч рублей Что для такого устройства не очень дорого Но с ним нужно немножко повозиться То есть, это не идеально вылизанный продукт Со своими какими-то косячками и недостатками Ну, а я на этом с вами прощаюсь До новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok